Итак, Ульяновская область вошла в топ-10 регионов первого национального рейтинга научно-технологического развития субъектов России. Итоги за прошлый год и дальнейшие перспективы обсудили на Совете по инновациям. Каких показателей удалось достигнуть и кто стал инженером года в репортаже нашей съемочной группы. Десятилетие науки и технологий продолжается в России. Новый приоритет для страны президент Владимир Путин обозначил еще в прошлом году. В этом, обращаясь к участникам Совета по науке и образованию, глава государства назвал наиболее важные направления в передовых сферах. В первую очередь важно сосредоточиться на технологиях, продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности, обеспечить территориальную целостность страны. По этим направлениям у нас должны быть собственные компетенции, базовые технологии. И Ульяновская область уже начала работу. Стремление достигнуть инновационное лидерство подтверждает первый национальный рейтинг научно-технологического развития регионов. Ульяновская область в десятке лучших. Чтобы возглавить рейтинг, по словам Алексея Русских, необходимо пересмотреть план мероприятий по развитию инновационной деятельности. План должен учитывать перспективы реализации масштабных кластерных проектов, которые способны определить контуры экономики не только нашего региона, но и всей России. Таких, как, например, уникальный проект Димитровградия по строительству самого мощного в мире исследовательского реактора «Амбир». По итогам прошлого года в ядерно-инновационный кластер вошли 70 организаций-участников, которые разработали сотню совместных проектов и принесли выручку в 15 миллиардов рублей. Больше 180 разработок запатентовали ульяновские ученые и изобретатели. Кроме того, к научному творчеству привлекают и молодежь, поддерживая и развивая связь между вузом, наукой и бизнесом. Продвижение этих продуктов в бизнес – это то, что дает сверхмажинальный доход не только для держателя патента, держателя изобретения, но и, безусловно, дает доход региону, в котором это изобретение было произведено и реализовано. Лауреатом ежегодного конкурса «Инженер года» в номинации «Инженерное искусство молодых» стала Юлия Строева. В ее научном багаже немало патентов. В данный момент я учусь в аспирантуре, и сфера моей разработки – это интеллектуальный анализ и информационный поиск в проектных репозиториях. Почетное звание заслуженной деятель науки и техники присвоено Сергею Павлову. Ученый всю свою жизнь посвятил науке, а теперь свои знания готов передать молодому поколению. Очень интересное, важное занятие наукой. И передавать свои знания молодому поколению, я думаю, что это такой достойный труд. В ходе заседания состоялось подписание договора о сотрудничестве. Его заключили гендиректор научно-производственного объединения «Марс» и директор агентства инновационного развития Ульяновской области. Ирина Шмыгова, Идамир Губеев. Вести. Ульяновск.